всем привет друзья с вами лис сегодня мне бы с вами хотелось поговорить и вспомнить такого прекрасного артиста которого все вы прекрасно знаете это юрий богатырев этот талантливый еще артист на мой взгляд мог играть абсолютно любую роль от героя до полнейшего мерзавца такого дохленького интеллигентишки глупого короля это был безусловно очень талантливый артист к сожалению ушедший от нас очень рано ему было всего 41 год юрий богатырев родился марте 47 года самой яркой ролью запомнился больше других это конечно же фильм никита михалкова свой среди чужих чужой среди своих родился богатырев в риге родился в семье военного поэтому с детства приходилось часто с родителями переезжать но и вскоре они переехали в москву и там маленький юрий увлекся художеством с удовольствием шил платье для кукол импровизировал создавал какие-то свои новые модели создавал кукольные постановки он очень любил рисовать и вот по окончанию из школы он избрал профессию связано с этими вот навыками поступил художественно промышленное училище и так как студенты для практики часто выезжали на пленеры это рисовали этюды и одной из таких поездок он познакомился с ребятами будущая профессия которая была связана с кукольным театром опять в нем все перевернулось он сдружился с ними и стал ставить спектакли импровизировать и он окончательно понял что ему ближе актерская профессия и в 66 году в 19 лет он оставил учебу промышленном училище поступил театральное училище имени щукина все в первом году его уже пригласили в московский театр современник поступил легко хотя он не занимался подготовкой к экзаменам и как-то поступление прошло спонтанно как вспоминают педагоги всем было ясно и понятно что на курс попал талантливейший и уже фактически сформировавшийся актер и вот в 70-х годах он одновременно заработал театрик современник и в мхате поскольку оба этих столичных театр считали его очень достойным появиться на их сцене пользовался большой популярностью спектакль тортюв с его участием что касаемо никита михалкова юрий богатырев вообще считал его крестным отцом после съемок в картине свой среди чужих чужой среди своих актер как это принято говорить проснулся на утро знаменитого то этого фильма были не менее удачные работы это спокойный день в конце войны правда конечно он был не сравним по популярности картины михалкова хотя это уже позволило убедиться что юрий богатырев актер органический полной мере это проявилось конечно фильме свой среди чужих чужой среди своих вообще вот так скажем союз никита михалкова и юрия богатырева попала прямо в десятку хотя совместных картин было и не так и много из других ролей которые также произвели фурор стоит отметить роль в фильме и оконченной пьесы для механического пианино не менее примечательная роль в фильме два капитана 76 года можно сказать что юрий богатырев стал кумиром молодых людей и образцом мужественности а что касаемо двух капитанов помните это прекрасно его роль где он играет такого законченного мерзавца да и вот если сравнить с ролью шилова в фильме с 8 и чужих чужих своих вот две абсолютно противоположные роли ты всегда мучил меня если бы я мог боже мой если бы это бог и зачем зачем тебе жить все равно ты больше не сможешь летать ты больше не будешь летать никогда также можно вспомнить фильм тот сезар да базан помните взял роль глупенького короля это была несчастная случайность указ о помиловании задержался по вине переписчика эти чиновники дон сезар помилован конечно у никита михалкова также были картины закрепившие успех богатырева на отечественном олимпе это такие фильмы как раба любви несколько дней жизни обломова родня и многие другие что касаемо его личной жизни актер был женат на актрисе надежде серой но как она сама утверждает что это брак носил в полном смысле слова так скажем что ли по расчету того чтобы актриса надежда серой могла значит зарегистрироваться в столице это подтверждается и тем что заключенным союзе юрий не сообщал никому даже родители об этом и не знали да и проживать вместе с надеждой серой после брака он не стал и вообще справедливости ранее рассказать что артисты завидовали очень многие завидовали очень нехорошо так скажем чем не завистью да а причин для этого было немало во первых успешный актер снимался уменитых таких режиссер как никита михалков он был на тот момент высокооплачиваемый актер да и внешне абсолютно был здоровяком которому казалось неведомы были болезни хотя на самом деле он был очень добрый ранимый постоянно одалживал коллегам и знакомым деньги и даже и не всегда ему возвращали плюс многие завидовали то что вот он был таким вот свободным не обременен ни детьми не какими-то житейскими домашними делами поэтому родит как и получается что у него даже не вот как я уже сказал не стеснялись занимать деньги то в душе не многие и как-то стол коллеги по церкви еще и ненавидели того же но к концу так скажем жизни он начал терять форму ну там я думал со многими такое бывает но появился лишний вес его это очень расстраивало сильно кому же он чувствовал что приближаются какие-то перемены которые пойдут не на пользу не актерам да и никому ты остаться на плаву на нас умеют только самые приспособленные личная жизнь богатырева как мы уже упоминали они вкратце она как бы была все-таки покрыта такой тайной он не афишировал абсолютно ничего и многие близкие считают что был человеком со странностями и приписывают ему даже нетрадиционной сексуальной ориентации некоторые артисты утверждают что богатырев переживал как бы свою непохожесть что ли на других как бы реагировал тяжело на то что как бы не такой как все возможно кстати это и стало причиной его депрессии а возможны пристрастие к алкоголю но в любом случае неизвестно был ли артист нетрадиционной сексуальной ориентации как начинает ему приписывать наше время это бездоказательные какие-то информационные всплески в том же ютубе ну сейчас там этого безобразия сколько угодно там на любого выльют там бочку дерьма извините но тем не менее никаких утверждений и доказательств причины его депрессии конечно нету и не может быть почему потому что он был скрытен но не любил распространяться на себе тем более в те времена особенно нетрадиционной сексуальной ориентации конечно было не принято говорить об этом никто никогда не выносил это на публику как это делается сейчас абсолютно мерзким противным способом и вот несмотря на то что он был очень здоровый широкоплечь действительно казалось что ему чужды болезни для такого здорового телосложения но тем не менее у него было очень слабое сердце ему ради того чтобы убери сердце против всяких нервных потрясений были выписаны врачом антидепрессант и вот однажды ночью у него случился приступ врачи скорой они не поинтересовались на то что принимает ли пациент какие-то препараты и они ему сделали укол и вот в ночь на 2 февраля 89 года и даже всего лишь месяца до своего сорока двухлетия артист скончался похоронили артиста в лаганьковском кладбище кстати где сейчас по прошествии нескольких десятилетий могила его находится в очень ухоженном состоянии что видно что за ним ухаживают и на ней постоянно свежие цветы это цветы от поклона вот такой был яркий и в то же время намного скрытный артист и художник юрий бакадырёв спасибо всем за внимание подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайк если понравилось всем мир любви и терпения пока пока и